Мы были больше, чем братья, как одна семья. Мы понимали друг друга с полуслова, и мы были готовы прикрывать друг друга от опасности. В 1942 году, с началом весенней оттепели, жестокие бои возобновились. К концу лета немецкие войска прорвались к Волге и вышли к Сталинграду. Здесь развернулось одно из величайших сражений в истории. После месяцев упорных боев Красной армии удалось окружить 6-ю немецкую армию. С тиснутым в кольце окружение, немцам не хватало топлива и боеприпасов. 31 января 1943 года остатки 6-й армии сдались. 91 тысяча человек, включая 22 немецких генерала и их командующего фельдмаршала фон Паулюса взяли в плен. Битва за Сталинград была одной из решающих в этой войне. Хотя немецкая армия все еще была грозной силой, значение этого сражения было огромным. Немцы впервые потеряли целую армию. Их союзники были подавлены, а противники воодушевились. Это сражение покончило с мифом о непобедимости вермахта. В 1943 году на фронт поступало множество танков Т-34, и это помогло переломить ход войны. В июле под Курском произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны. Три немецкие армии должны были уничтожить советские войска, скопившиеся на стратегическом выступе длиной около 160 километров, называемом «Орловско-Курской дугой». Перед битвой под Курском русские знали, что немцы собирались перейти в наступление. Зная об этом, они вовремя подготовились к обороне. Они заманили немцев в огненный котел, где сумели разгромить наступающие части. Экипажи немецких танков сражались храбро, но оборона советских войск устояла. А потом советская армия применила танки для того, к чему они приспособлены лучше всего — для атаки. В русских было в резерве шесть танковых бригад, которые теперь были брошены в бой. Отныне инициатива на Восточном фронте будет принадлежать Красной армии. При отступлении на Восточном фронте немцы оставляли за собой сплошные разрушения, притворяя в жизнь тактику выжженной земли. Когда немцы отступали, когда немцы отступали, они почти все уничтожали. Обычно подрывали железнодорожные пути, разрушали заводы и фабрики, все, что можно было использовать в военных целях. Июнь 1944 года. В полутора тысячах километрах к западу союзники высадились во Франции, открыв Второй фронт. В то время, как они прорывались с пляжей Нормандии, советская армия начала очередное крупное наступление на Восточном фронте. Имея численное превосходство «Три к одному», Красная армия ускорила наступление. На всем Восточном фронте экипажи русских танков ежедневно сталкивались с опасностью. Танк, в котором служил стрелком-радистом Зуфар Садардинов, атаковал одну украинскую деревню. И сказали, что, говорит, танков нет. Нам сказали, что у немцев там не было танков, только лёгкая артиллерия. Но информация оказалась неверной, и мы попали в засаду. Там были тигры. Засада! Сворачивай влево, быстрее! Командир танка крикнул. Засада! Давай влево! Засада! Я продолжал стрелять из пулемёта, потому что впереди была немецкая пехота. Вдруг раздался страшный шум, и что-то меня придавило. Оказалось, что мы подошли к этой засаде. Оказалось, что мы попали в засаду, устроенную тигром, и его снаряд пробил лобовую броню и срикошетил внутри башни. Придя в себя, я почти ничего не видел из-за дыма внутри машины. Затем внезапно, за несколько секунд, дым рассеялся. Я посмотрел наверх и увидел, что потолок башни снесён. А посмотрев вниз, я увидел лежащих командира и наводчика. И башенный стрелок. Руки! Руки! Мои руки! Командир стонал «руки! Мои руки!» Я увидел, что обе его руки перебиты. Я спросил механика Николая, что случилось, но он не ответил. Я потряс его за плечи и понял, что он без сознания. Я попытался завести танк. Двигатель завёлся. Это меня ободрило. Я воткнул первую передачу и понял, что гусеницы пока целы. Я пошёл на первый, потом на второй, потом попытался разогнаться и врубил третью. Выскочил из этого затруднительного. Вот так мы и выскочили. Наводчик погиб. Командир и механик поправились в госпитале и потом вернулись на фронт. Зуфара Садардинова наградили за этот подвиг. К 1944 году в Танкограде производили две тысячи танков ежемесячно, что намного превышало объём немецкого производства. Советская армия шла на запад, освобождая один за другим захваченные немцами города. Это была такая радость, встретиться с людьми, пережившими оккупацию. Это был такой душевный подъём. Они обнимали нас, целовали, плакали. Наши сердца просто таяли. При такой встрече любое сердце растает. Летом 1944 года советская армия пересекла границы Европы, а в сентябре 6-я танковая армия освободила столицу Румынии – Бухарест. Здесь советских солдат встречали как героев. В Румынии люди бросали нам цветы, угощали вином. Они улыбались, вокруг были радостные, возбуждённые лица. Мы были горды собой. Нас переполнял восторг. Январь 1945-го. Следующее советское наступление, на этот раз на территории Польши. И снова Т-34 шли в авангарде советских армий, проходя по 30 километров в день. Через полтора месяца Красная армия вышла на границу Германии и остановилась. Ранней весной 1945 года Красная армия подготовилась к последнему наступлению на столицу гитлеровской Германии – Берлин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Иہ Systems Германию В